Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферных слухах, связанных с российским чемпионатом. И сосредоточимся на крайне неожиданной, и я бы сказал неоднозначной новости о том, что «Зенит» хочет подписать внимание Александра Соболева. Вот такие вот пироги. И хотелось бы отдельно отметить, что в этой новости нелогичным и даже абсурдным кажется буквально все. Поэтому я сразу обозначу, что в данный инсайт от Ваньки Карповой я не верю и вообще не особо согласен даже с такой постановкой вопроса, что «Зениту» хотя бы нужен Соболев. Впрочем, уверен, в комментариях уже строчат свои комментарии некоторые дегенераты, которые будут рассказывать о том, что это я сочинил инсайт, выдумал и все остальное. Пересчет дегенератов в комментариях начался. Ну а мы перейдем к разбору. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где вы можете получить статьи и заметки моего производства о футболе, о баскете, о хоккее. Много о чем, но главное, там же вы можете получить еще и очень приятный бонус от наших друзей из компании Пари, которые подготовили для вас подарок в виде фрибетов 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, там, на моей телеге, вы получите все нужные инструкции и с их помощью получите тот самый подарочек. В общем, не затеряйтесь. Отличная тема в наши непростые времена, ну и вообще подписывайтесь на мою телегу, там много всего веселого. Ну а мы переходим к еще более веселому моменту, к тому самому потенциальному переходу Соболева в «Зенит». Вот здесь, на мой взгляд, абсурдно буквально все. Начнем с санкт-петербургской команды. У них сейчас есть великолепный нападающий кассиера, который, конечно, возможно, уйдет из коллектива, возможно, кто-то за рубежом заинтересовался его голевыми подвигами, но пока же никакой информации про это нет. Так что воспринимать Соболева как некого кассиера-заменителя не удастся. На данный момент это вообще не актуальный кейс. Кассиера на свои позиции, и вряд ли Соболев сможет хоть как-то его подвинуть в стартовом составе, учитывая крутость того самого латиноамериканца. Ну и учитывая то, что Соболев, в общем-то, последнее время выглядел так себе. Если мы говорим о позиции номер два, то есть резервного нападающего, который при необходимости может выйти вторым форвардом, то тут есть Сергеев. Человек, который, во-первых, прекрасно сыгран с командой, который, во-вторых, в общем-то, очень неплохо выглядит именно как резервист, который в случае чего может выйти со скамейки и забить решающие мечи, а в случае чего может выйти и вторым нападающим в основном составе. И он, в принципе, привык к этой роли, такого вот полузапасного игрока. Да, привыкнет ли к такой роли Соболев и психологически, и в игровом смысле, да черт его знает, я, если честно, сомневаюсь. Ну и плюс к этому, не стоит забывать про то, что Зенит за каким-то лешим выкупил Изидора. Ну а во всяком случае сейчас и сам футболист, и многие представители клуба говорят о нем как о будущем игроке на следующие два сезона, что контракт на два года и все в этом духе. И здесь остается понять, нахрена Изидор, и нахрена тут еще и Соболев тогда в этой истории. То есть в данной ситуации для Зенита Соболев, это может быть и интересный в каком-то смысле трансфер, но совершенно не актуальный. Интересный он может быть в том контексте, если действительно Касьера куда-то уйдет, нужен будет основной нападающий, и вот, пожалуйста, Соболев под эту роль приходит, начинает забивать и все в этом духе. Но сейчас, как я уже отметил, актуальность нулевая, потому что Касьера на своей позиции, Сергеев как резервист, скорее всего, будет эффективнее Соболева, потому что Соболев не привык к роли 12-го футболиста, условно говоря, который выходит со скамейки запасных, чтобы первым выйти по ходу второго тайма и усилить игру атаки. Соболев к этому, ну, скажем так, не особо приучен и, напоминаю, в «Спартаке», как только его сажали на скамейку запасных, приобоскали или до этого сразу начинались какие-то движухи. Поэтому здесь, ну, с какой стороны ни посмотри, абсурдная тема. При этом «Соболев» придет не бесплатно. Это не ситуация Артема Дзюбы, который пришел из «Спартака» в «Зенит» на халяву свободным агентом, и поэтому, хоть в тот момент многие спрашивали, допустим, сможет ли Дзюба сыграться с «Халком» и не будут ли они друг другу мешать. На тот момент этот вопрос ушел на задний план по одной простой причине. Дзюба бесплатный игрок, а дариному коню в зубы не смотрит. Да, простите за такую вот метафору, немножко армейскую. Но смысл здесь примерно вот такой. Дзюб пришел тогда бесплатно, а за «Соболева» придется платить, и придется платить, скорее всего, много. По выкупу, по полной сумме контракта, там 30 миллионов. Деньги очень серьезные, даже для «Зенита», учитывая то, что при этом придет игрок не масштаба «Малкома» и не масштаба «Халка», а масштаба Александра Соболева. Плюс к этому, ну, хотелось бы отметить, что Соболев, скорее всего, себе зарплату серьезную затребует. Он такой парень, что за бесплатные или за какие-то адекватные для наших паспортистов деньги он играть не будет. Поэтому тут тоже загвоздка, тоже загадка. Ну и да, появились уже сообщения о том, что «Спартак» вроде как готов отпустить за 20-22 миллиона Соболева. Но это, наверное, знаете, та история, когда «Спартак» сам охренел от такой новости, что Соболева «Зенит» может купить. И учитывая то, что интерес появился, ну, чтобы его подогреть, может быть, обозначили, что готовы отдать его ниже суммы выкупа. Потому что если «Спартак» отдаст Соболева за 22 ляма, к «Спартаку» вообще никаких вопросов не будет. Я думаю, болельщики выбегут туда куда-нибудь в Тушино на стадион и будут праздновать это событие. И на эти деньги можно много чего полезного сделать. А вот для Соболева, да, это будет смотреться как предательство клуба, как предательство «Спартака». То есть все косяки на Соболеве, а деньги достаются «Спартаку». Поэтому здесь, ну, не знаю, по-моему, для «Зенита» вообще смысла нет никакого. Для Соболева смысл? Ну, только если он получит очень серьезный контракт выше, чем то, что есть в «Спартаке». Потому что на данный момент это просто должность резервного нападающего где-то там за спиной у «Косьерры». Ну, а что касается «Спартака», опять же, ну, если вдруг «Зенит» действительно решит покупать «Соболева» за 20-ку, 22, или, не дай бог, за полную сумму выкупа, ну, в последнем случае у «Спартака» никто и спрашивать не будет, просто выкупят и все. А в противном случае за 22, ну, «Спартак», наверное, и готов будет расстаться с Соболевым, учитывая то, что прошлый сезон сложился так себе, а под нового тренера, возможно, и нового нападающего нужно найти. И вот, пожалуйста, 20 миллионов к вашему трансферному бюджету. Сеньор Амарал, работайте с этими деньгами. То есть для «Спартака»-то в этом, возможно, и есть какой-то смысл. Но, с другой стороны, опять же, мне кажется, что «Красно-белые» не особо сами верят в возможность того, что «Зенит» настолько заинтересован в нападающем. Вот сборной России и «Спартака». Короче, не знаю, откуда пошла вся эта тема, откуда «Карп» начал эту движуху, но она, как минимум, звучит забавно. Но дальше, как мне кажется, никакого продолжения в этой трансферной истории не будет.